Спасибо, профессор Семиглазов. Есть парадигмы, которые известны, когда мы имеем дело с гормоночувствительной терапией. Мы говорим о гормононегативных опухолях, которые не следует лечить с помощью эндокринной терапии. Дело в том, что не все гормонопозитивные опухоли отвечают на гормональное лечение, первичная гормональная резистентность. При раннем РМЖ есть биомаркеры, которые могут служить предикторами работы или срабатываниями терапии. И здесь мы говорим о рецепторах, которые играют важную роль. КИ-67, статус ХЕР-2 и результат генетического теста, онкотип. Также мы учитываем степень экспрессии гормональных рецепторов. Нам важно. При раннем РМЖ рекомендуется адъювантная гормонотерапия для всех пациентов. Если мы посмотрим на все рекомендации, а вы видите здесь виски для продвинутых стадий и для других стадий, все они очень последовательны с рекомендациями. Рецепты позитивные должны лечиться прямо, непосредственно гормонотерапии. У нас зачастую не хватает свидетельства, когда мы выбираем рекомендации. Нам не часто бывает достаточной информации, чтобы опереться. В этом смысле рандомизированные исследования, которые сравнивают эндокринную терапию и другие формы терапии для вот таких распространенных, продвинутых, если можно сказать, стадий рецепта позитивных форм. Вы видите пример такого исследования. Вот сегодня это недостаточная, как мы сказали бы, доказательность, с учитывая количество пациентов. Некоторые исследования показывают, что химиотерапия лучше. С точки зрения ответа есть увеличение на 25% излечения опухоли. Но как это влияет на общую выживаемость? Это важный вопрос. И поэтому мы продолжаем исследование. Несмотря на низкое количество исследований и пациентов, мы все равно продолжаем исследовать вот это лечение метастатического рака. И пытаемся понять подходы к выбору терапии. Так, мудрость древних и доказательная медицина. Клиницисты взвешивают объективный ответ, выживаемость, качество жизни и поддерживающиеся гормоны. Терапишона нам дают. Часть больных с гормонопозитивным распространенным раком молочной железы получают в первоначале химиотерапии, пока не будет достигнут наилучший ответ. Решение о проведении химиотерапии, мы показываем вот здесь результаты, основывается на клинических факторах, включающих массивное поражение внутренних органов, рецидив и так далее. По завершении химиотерапии пациенты должны получать поддерживую гормонотерапию. Обратите внимание, 25-30% метастазирования. Последних недавних исследований, процент пациентов с висцеральными метастазами. Это до 60% висцеральные органы. И процент пациентов с такими метастазами, которые включались в исследование, там просто удваивалось. Есть одно исключение, когда химиотерапия должна оставаться предпочитаемым способом речения для пациентов с такими гормоноположительными раками. Это висцеральный кризис. Это трудно описать. Научные трущи жизни, висцеральный кризис. Что это такое? Определяется как выраженное нарушение функций органов на основании клинических признаков или данных лабораторных анализов на фоне быстрого прогрессирования заболевания. То есть серьезная дисфункция органов, признаки септорма есть. И они оцениваются. Висцеральный кризис – это не просто наличие висцеральных местах стазов. Это серьезное нарушение функций внутренних органов, при которых имеются клинические показания к терапии с быстрым эффектом. В особенности, потому что сменить терапию в случае прогрессирования будет невозможно. Если вы думаете, что ваш пациент может быть скомпрометирован очень рано, вы должны быстро начать эффективное лечение в этих случаях. В случаях висцерального кризиса и химиотерапии – все равно предпочтительный выбор. Вот пример такого висцерального кризиса. Это не просто… Это пациент с такой висцеральной массой, очень большой тест почечный делается. Если вы не берете под контроль эту ситуацию, вы теряете пациента, у вас нет времени на эндокринную терапию, вы должны начинать химиотерапию, потому что скомпрометирована печеночная функция, вы должны взять очень быстро под контроль этот случай. Алгоритм лечения для большинства пациентов с эндокринной терапией, для некоторых терапевтов с агрессивным заболеванием, с кризом – это первая линия терапии. Понятно, даже в этих случаях, если вы начали первую линию эндокринной терапии, как только вы достигаете контроль заболевания, вы переключаете эндокринную терапию как лечение поддерживания, трудно проводить такие исследования, на самом деле. Когда мы говорим, после того, как мы обрели контроль, мы включаем такие поддерживающие курсы, трудно очень проводить исследования, есть ретроспективные наблюдения, несколько лет назад они вышли, 570 пациентов контроль заболевания достигнут, и выживание, вы видите, гораздо лучше у пациентов, которые получали эту эндокринную терапию, поддерживающую после химиотерапии. И вот вы видите, какой после химиотерапии эффект дает эта терапия. Еще одна парадигма для этих пациентов в этих случаях – ответа на эндокринную терапию. Вы можете вторую, третью, четвертую линию использовать терапию, это может быть эффективно. И если у вас есть ответ, вы переходите на вторую линию, если обретаете контроль, вы идете на третью линию и так далее. И вы приходите к химиотерапии только в случае отсутствия ответа при первой линии. У нас много исследований, которые оценивают эффективность либо первичной, либо терапии спасения после первой линии химиотерапии. Прежде всего, ингибиторы ароматазы оцениваются, они сравниваются с ацетатами после второй терапии, тамоксифеном в тот момент. И изначально вот эта терапия второго ряда, второй линии, конечно же, была результативна в определенной степени, приблизительно давала преимущество одной трети пациентов с точки зрения контроля над прогрессированием заболевания. Таким образом, отсрочивалось начало химиотерапии. Но обычная медиана без рецидивного выживания была очень короткая, приблизительно 3-4 месяца. И то же самое можно сказать и про первоначальную дозу фульвестрана. Фульвестран, как минимум, дозировки 250 был настолько же эффективен, как и замистрин ингибиторы ароматазы. Итак, поскольку из-за этого, собственно говоря, в реальности, несмотря на то, что говорят нам клинические исследования, тем не менее, мы не лечили пациентов. У нас было несколько линий эндокриновой терапии. Вот это результаты двух исследований. Одно – это очень большое исследование, которое проводилось в Соединенных Штатах, включая 1900 пациентов, у которых были положительные гормоновые рецепты. Эндокриновая терапия была выбрана в качестве терапии первого ряда только в 60% случаев. То есть в 40% случаев мы получили сначала химиотерапию, пациенты получили сначала химиотерапию, но количество пациентов на эндокринной терапии перед переходом на химиотерапию было очень ограничено. Вы видите, что 44 пациентов получали только первую, одну линию терапии перед переходом на химиотерапию, 12% – две линии, а 4% – три и больше линии эндокринной терапии. Таким образом, мы что-то имеем в руководствах, что мы на самом деле не практикуем. В этой ситуации Европа не сильно отличается, потому что здесь у нас была меньшая выборка, приблизительно 100 с чем-то пациентов, 140. Тем не менее, одна треть пациентов получали химиотерапию, и небольшое количество пациентов, которые начинали на эндокринной терапии, они получали больше, чем одну линию эндокринной терапии. Скорее всего, низкая активность эндокринной терапии с точки зрения прогрессирования, из-за этого была такая ситуация. Сегодня нам придется изменить свое мнение, потому что у нас очень много данных из последних исследований, которые показывают, что даже после того, как у нас не преуспели ингибиторы ароматазы, тем не менее, может быть эндокринная терапия полезна для очень сложной когорты пациентов. Вот это одно из исследований, исследования CONFORM, которые вам уже описывали мои коллеги. Затем фульвестран и эстразол, и два последних исследования, это таргетные препараты, либо фульвестран, либо агзомистрин. И это были исследования, которые фульвестран в дозировке 500 исследовали. Вы видите, что в этих случаях пропорция пациентов, которые могут получать преимущество от второй или даже третьей линии эндокринной терапии, гораздо выше. Приблизительно 40-50%. И что еще более интересно, что длительность контроля над заболеванием может быть настолько же высоким, как и 7-8 месяцев медиани. Это, в общем, медиана выживаемости. И вот здесь вот мы с вами находимся сейчас с точки зрения эндокринной терапии. Большинство пациентов, вы видите, они получали химиотерапию, медианы без прогрессивной выживаемости. Вы видите, здесь 12-15 месяцев, приблизительно на второй линии. Вы все еще получаете хороший контроль над заболеванием. 6-8 месяцев без рецидивной выживаемости медианы даже с третьей линии. Это, в общем-то, 3-4 месяца. Итак, гормональная терапия при гормонопозитивном РМЖ – традиционные подходы. Гормон негативной опухоли не следует лечить при помощи эндокринной терапии. Мы знаем, что мы не можем сегодня, в общем-то, согласиться с клиническим определением эндокринной резистентности. Существует первичная гормональная, так скажем, ледокринная резистентность даже среди тех пациентов, которые дают рецидив. Мы думаем прежде всего об адювантной ледокринной терапии. Это может быть использовано при тяжелых заболеваниях у пациентов, у которых прогрессирование. И при стабильном заболевании, как минимум, в течение 24 недель. Также мы говорим о вторичной или приобретенной гормональной резистентности. Если это раннее заболевание, рецидив спустя 3 года от начала или после окончания адювантной гормонотерапии. Мы также знаем с вами прекрасно, мы знаем, что есть биологические механизмы, которые ведут к первичной и приобретенной гормональной резистентности. Прежде всего, это экспрессия эстрогеновых рецепторов, вот она для нас очень важна. И также коактиваторы или коэкспрессия других рецепторов. В случае вторичной или приобретенной резистентности, макросреда становится гораздо более важной. Именно из-за этого мы должны, так скажем, применять это все в нашей клинической практике. Например, в нашем учреждении мы сегодня начали проводить биопсию. Если метастатическая болезнь у пациента, мы должны понять, не меняется ли профиль опухоли между первичной опухолью и метастазами. И вот это наш первый опыт, например, который был опубликован несколько лет назад. Этот опыт включал 139 пациентов с РМЖ и с другими опухолями. Была сделана биопсия, и в 20 случаях это было не метастатическое заболевание. И в других опухолях, первичная опухоль в нескольких случаях была не РМЖ. Это был, также был метастатический рак легких, выявленный в нескольких случаях. Даже в этих случаях опухоль и метастазы отличались друг от друга. У нас было 14%, когда у нас не совпадают. 23% случаев с дискард-даунтным результатом, либо по рецептору Р2, либо других рецепторов. Я имею в виду между метастазом и первичной опухоли. И это не из-за технических ошибок, не из-за технических причин. Потому что прогноз пациентов с дискардантным профилем опухоли между метастазами и первичной опухоли гораздо хуже, нежели чем тех пациентов с конкардантным, так скажем, опухолем. Прогноз отличается. Там, где дискардантная ситуация, то пациенты были рецепты положительные, у них гораздо были лучшие исходы, нежели там, где у нас были гормоны отрицательные метастазы к рецепторам гормонов. И даже, так скажем, уровень экспрессии рецепторов оценивался, и это очень важный был параметр. Потому что пациент может оставаться положительный по данным рецепторам, но если у нас ниже, так скажем, экспрессия в метастазе, по сравнению с первичной опухолей, это ассоциируется с худшим прогнозом, по сравнению с теми пациентами, у которых у нас был одинаковый уровень экспрессии рецепторов. И у всех этих пациентов они получали одинаковую терапию. То есть, фактически, это биология, а не технические какие-то параметры. Многие-многие другие параметры, где мы показывали дискордантность как про экспрессии гормональных рецепторов, так и HER2 рецептор между метастазом и непосредственно первичной опухолью. Еще один момент, который является очень интересным, это возможность, так скажем, комбинировать эндокринные препараты с химиотерапевтическими препаратами. У нас несколько таких есть препаратов. Мы их можем комбинировать с фактором роста, R2. Мы можем также путь МТОР задействовать. Мы можем также в качестве мишени CDK использовать. И у нас много интересных данных, которые сегодня из клинических исследований доступны. Это данные из трех исследований. Это эндокринная терапия плюс терапия химиотерапии при HER2 положительных болезнях. И исследование говорит о том, что гормональная терапия сама по себе обладает очень низкой эффективностью в случае чрезмерной экспрессии HER2 или, извините, МТОР-ингибиторы. Это когда эндокринная терапия у нас комбинируется с МТОР-ингибиторами, с ингибиторами МТОР. У нас два исследования с положительным исходом, с тамоксифеном. Тамоксифен сравнивался с эверолимусом. И экзамистит плюс эверолимус сравнивался в обоих исследованиях. Добавление эверолимуса значительно повышало медиану рецидивной выживаемости. Есть одно отрицательное исследование с отрицательным исходом. Там был сиролимус. И здесь разница, возможно, в препарате эверолимус и сиролимус. Но в этом исследовании, тем не менее, большинство пациентов, они были наивны к эндокринной терапии. В то время, как в Болеро-2, большинство пациентов у них уже была терапия ингибиторами ароматаза в анамнезе. У нас сегодня также есть данные из исследования ПАЛОМА. В ПАЛОМА-1, Алипразол использовался, Фульвестран также использовался в дозировке 500 в комбинации с ПУЛЬВИТРАБОМ. И также это были ингибиторакеназы. Вы видите, что фульвестран и фалипразол, они значительно улучшают клинические исходы и значительно улучшают также медиану безрецидивной выживаемости. Существуют и другие исследования, которые проводятся сегодня. Это ингибиторы CDK и в других комбинациях. У нас ПАЛОМА-2 исследование, где пальбоциклип использовался по сравнению с элитрозолом. По сравнению с плацебо и элитрозолом было также исследование, где разные ингибиторы CDK использовались либо с элитрозолом, либо с фульвестраном, либо пациентов в доме на паузе. Также было исследование МОНАР, где третий CDK-ингибитор также исследовался, это фульвестран, дозировка 500, или ингибиторы, стероиды, ингибиторы ароматазы. Есть и другие комбинации, это там, где у нас ПА3К-ингибиторы. В заключении. Эндокринная терапия должна быть лучшей опцией для большинства. Эндокринная терапия есть другие эффективные, так скажем, возможности. Это фульвестран, это тамоксифен. И фактически это очень-очень хорошие новые комбинации, которые включают антихир-2 ингибиторы для гормон положительных. Также комбинация ингибиторов ароматазы, фульвестран. И это как раз то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах исследования. Эти комбинации показаны как наиболее, так скажем, эффективные для тамоксифен наивных пациентов. Тамоксифен дозировки 500 после ингибиторов ароматазы. Комбинация эверолимуса плюс экзоввестран и ингибиторы ароматазы или фульвестран. И, безусловно, мы не можем получить клинически значимые биомаркеры для того, чтобы идентифицировать пациентов с первичной или вторичной эндокринной резистентностью. Это, так скажем, определенная потребность сегодняшнего дня, которая все еще не полностью... Мы с ней не справились. Большое спасибо. Уже стекло. У кого есть вопросы, пожалуйста. Ну, если нет, я спрошу. Один вопрос. Это моя вопрос. Для женщин при менопаузе. Для этой страны. Химиотерапия, а не эндокринная терапия, показана. Даже если это ХИР-2 положительное заболевание. Какова Ваша позиция? Вот какая зависимость у нас в доменопаузе, в постменопаузе? В доменопаузе какая у нас ситуация? Хороший вопрос очень. Потому что Вы, как врачи, Вы можете быть более агрессивными, так скажем, с молодыми пациентками. Потому что, как правило, у них они более требовательные. И у них более агрессивное течение заболевания. Соответственно, даже в нашей стране, в Италии, химиотерапия дается этим пациенткам, в общем-то, в большом количестве пациентов в доменопаузе. Даже если они положительные по гормональным рецепторам. Итак, супрессия в реальной функции, также активность комбинированных препаратов, эндокринной терапии, химиотерапевтических препаратов, все больше и больше используется у пациенток в доменопаузе, в пременопаузе. Большое спасибо.